Выглядит, и Константин Ильич Брондер говорит, что-то не так, ну-ка поменяйтесь. И мы поменялись, и вот пошло-поехало. Ну, не будем кривить душой, действительно, Владимир очень изменился с тех пор, но глазки выдают, прям они такие бусинки, как раньше, такие маленькие, красивые. Говорят, что выдают улыбка, честно говоря. Электроник один-единственный раз улыбался за всю картину, вот, и узнают, как правило, по улыбке. Мне в глаза бросились глаза. Ну что, давайте вернемся все-таки к концертной программе, о чем поют мужчины. И к нам еще присоединился продюсер и поэт Александр Белов. Доброе утро. Ой, любимый гурнад, и так вот своим поставленным голосом кричать. Доброе утро. У нас нормальные микрофоны, да. Итак, вопрос, собственно, так же звучит мой, как и название вашей программы. Так о чем поют мужчины, и кто эти мужчины? О чем поют мужчины, это музыкальная концертная программа, посвященная международному женскому дню. Милые девочки, женщины, дамы, наши сибирячки, поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Значит, программа, в которой поют песни только мужчины. И эти мужчины, известные в городе исполнители, Каренов Сисян, Тимур Гордеев, Дмитрий Попов. Новые имена будут Сергей Попов, Валерий Ткач. И также известные всем исполнители, который был куратором в проекте, Ордынка, Александр Миркин. Вот. Ну и, естественно, наши замечательные, замечательный гость, Владимир. Владимир, придумали эту программу только в этом году, или это уже такое ежегодное поздравительное мероприятие? Можно я скажу? Да, конечно. Это, как сказал один из организаторов, один из продюсеров этого концерта программы, Валерий Ткач, он сказал, что у нас теперь целая труппа исполнителей. Да, мужская. И мы собираемся с этой программой работать. Мы посмотрим, протестируем сейчас ее на празднике, готовятся все. И мы посмотрим, что с этим будет, и будем ее дальше продвигать. Но не обещаю, что это будет всегда мужчина. Ну, к следующему году-то нужно женскую труппу к 23 февраля собрать, я думаю. Ну, мы не успели женскую труппу собрать. Ну, чего, целый год теперь впереди. То есть, сегодня Владимир Тарсуев это больше автор-исполнитель? Ну, не автор. Все впереди, может. Все-таки исполнитель, да. Я исполнитель, конечно. Автор, это пока... Я к тому, что мы с кино все завязали. Нет, наоборот. Наоборот. И вот за это время мы снялись в нескольких проектах, и достаточно серьезных. Вот, мой последний проект, на очень серьезный, на Мальте, на русской студии, голливудский проект. В общем, с кино мы не завязали. Раскрывать тайны не будете? Что за проект, как называется, в чем суть? Там только рабочее название, но... Когда выйдет на экран? Увы, увы, эта русская студия сюда не продает свои картины. Это все уходит в основном в Голливуд, в Европу. Но в интернете можно будет... Да, думаю, да. Ну, рабочее название «Мальта 1908» — это действительно историческая картина про подвиги наших русских моряков на Мальте. Вот, и мне посчастливилось там... Вы там один играли или сбракали? Один. Один. Все-таки бывает разделение. Я почему-то думала, что близнецы, особенно которые начинают карьеру вместе, они, наверное, потом всю жизнь не расстаются. Как вас разводила судьба в профессии или нет? Или вы как начали вместе, так до сих пор вместе? Вот, кстати, то, что мы договорились в свое время сниматься только вдвоем, это была большая ошибка, честно говоря. Контракт подписали или на словах договорились? Ну, мы на словах, но братские договоренности, они даже сильнее всяких контрактов. На ладошку. Тьфу. Ну, честно скажу, лет 10 назад мне предложили сняться Владимир Кот в одной из моих картин одному. И я договорился с братом, что мы вот, все-таки давай попробуем по одному сниматься. И, так скажу, простите за основу, пошло-поехало. Потому что сначала у меня была картина достаточно серьезная, я там был один, потом у Юры была. В сериале каком-то, по-моему, снялся. Ну, Дэн Пятницкий, достаточно известный, в общем, у него там серьезная роль такая. Притом, она имела в интернете очень небольшой, так сказать, отклик. Где он маньяка сыграл? Где он маньяка, да, и люди даже писали бы смешно, как это Юра Тарсуев, сыграв такую, значит, отрицательного героя, опозорился в образ цароежки. Ну, это нечестное обвинение, все-таки актеры есть актеры. Ну, и надо сказать, что, наверное, мало сценариев, где подразумеваются роли для близнецов, поэтому, ну, это была трудная договоренность. Абсолютно точно, поэтому это была такая юношеская самоуверенная договоренность, потому что действительно мало сценариев. Ну, это дружба, светлые чувства, детство, почему нет? Вы через это прошли, и хорошо, что передумали, да, все решения. Я думаю, все не зря. Не зря, не зря. Ну, а сейчас еще все-таки технологии позволяют из одного человека сделать столь. Тем более. Армия Сыроежкиных и электроников. После рекламы вернем в студию еще много вопросов. И послушаем песню, сразу после рекламы мы послушаем песню. Я так понимаю, что будет премьера клипа на эту композицию, да, кино? Нет, премьера клипа будет на другую композицию. Песню кино, она уже у нас давно, уже на постоянной ротации радио Шансон. Она у нас уже несколько лет, и клип мы у нас снимали в каком году? По-моему, году в 12-м, да, наверное, у нас прямо снимали? Нет, я думаю... В 13-м. В 13-м, ну да. В 13-м. Клип уже есть, там даже Владимир Петрович Пресняков снимался. Сразу после рекламы композицию слушайте внимательно. У нас в гостях в преддверии праздника Владимир Тарсуев и продюсер Александр Белов. Мы напоминаем, что сегодня в 22.00 в Лофт-парке Подземка программа концертная «О чем поют мужчины?» И там вы услышите замечательные песни не только братьев Тарсуевых, но и многих звезд нашего города. Да. Правильно? Правильно. Правильно. Мужчин. Ну что, мужчины? Вот мне интересно, Владимир Тарсуев – актер, Владимир Тарсуев – музыкант, исполнитель, певец, и Владимир Тарсуев – байкер. Да ладно? Да, вот немногие об этом знают. Мне посчастливилось видеть Володюс совсем в другом виде. Да, есть мотоцикл. Какой, какой, какой? Ну, для любителей рассказать. Харлейд Довитцов. О, ну конечно. Ну, у нас у брата другой мотоцикл, называется «Дрост», это «Хонда-Скид». Тут были совершенно разные вещи. Ну, в общем, мы действительно мотоциклисты, и мотоциклисты из веселых. Мы, правда, мы, чем горжусь, мы первый раз сели на мотоцикл, нам было по 9 лет. Ой, а тогда это был что за мотоцикл? Ой, тогда это был старинный-старинный мотоцикл, он назывался «Москва», он был еще какого-то 1960-го года изданий. А не мопед «Верховина»? Нет, «Верховина» была седьмая уже в кино. Это, да, это как раз приключение электроника. Да, это приключение электроника. Удается погонять? Есть время свободное? Ну, дело в том, что мы так давно на мотоциклах, мы используем их в первую очередь как средство передвижения. В Москве тем более очень удобно, в пробках, ну, для нас пробок нет. Ну, так поедете в Москву, стоите в пробочке, окошко открываете, там Владимир Тарсуев на мотоцикле. Да, да, и притом, иной раз даже узнают, почему-то даже, несмотря на то, что в шлеме, в шлеме на мотоцикле узнают. Наверное, это фанат, который выучили номер мотоцикла, да? Нет, нет, совершенно неожиданно это. Нет, Володя и Юра возили в какой-то клуб, где собираются байкеры. Байкеры? Да, да, я побывал в таком настоящем месте, брутально там, все с ними здороваются, то есть все их там знают именно вот как ребят, которые, ну, увлекаются мотоциклами, не так, что это вот Сырояшкина электроника. Это вот наши братья байкеры. Слушайте, Владимир, как раз шутил во время рекламы о том, что я так была влюблена у этого ангела-кочеря, и вот они, антиподы такие байкеры жесткие с ребятами, дру-дру-дру, где эти ангелы? Ну, я бы сказал, не байкеры, а мотоциклисты. Байкеры все-таки какое-то американское слово, вот, а так это мотоциклисты. А у нас в Советском Союзе были рокеры еще. Рокеры, ну, вообще, скажу вам честно, замечательный народец, который, конечно, отличается от многих, который понимает, что такое два колеса, а иногда и одно. Ну, слушайте, вернемся к творчеству, наверное. Мне интересно вот этот синтез, который произошел в жизни с начала кино, и когда, в какой момент появилась музыка, и почему? Кстати, чем я, опять же, безумно благодарен Новосибирску, вообще, это уже лет десять назад. Не, не десять, пораньше еще. Друг и продюсер... Не состаривай нас. Да, друг и продюсер Александр Белов принес мне песенку и сказал, говорит, я написал для тебя песенку. Я, в общем-то, сначала не понял, но, тем не менее, он был настолько убедителен. А где это было, вспомнил? В Зайльцовском парке. Да, в Зайльцовском парке. И мы поехали, записали эту песню, она называлась «Старый пес», мы потом, опять же, на эту песню сняли клип здесь, в Новосибирске. Про собаку Рейси. Даже нашли Эрдели. Эрдели привезли самого звездного вообще на тот момент. вообще в нашей стране. Откуда-то с Урала, да, мы его привезли? Нет, в Сакадемгородка. Это единственная, наверное, породист Эрдели, который остался уже в России. Сейчас это, кажется, непопулярная порода. В общем, Новосибирск, так сам не знаю, отметился в истории творчества братьев Тарсуевых. Не, не говоря о том, что и первый наш концерт, вот реально сольный, опять же, с нашими товарищами, тоже был в ДКЖ. Группа «Гараж Сыроежки». Мы готовили все в Новосибирске. Слушайте, мы очень гордимся этим нам. Прям как патриотом, Саша. И я очень горжусь, потому что очень много действительно достойных, великолепных музыкантов, композиторов, исполнителей. И поэтому в нашем творчестве я воспринимаю Новосибирскому как город, который дал нам... Стартап. ...крыл новую дорогу. Ой, ну все, прям ваш мурашки, не могу. Новую жизнь, действительно, новую жизнь. Остановись в мгновение, ты прекрасно, ничего не успеваем, так много хотелось с вами обсудить. И напоследок, по традиции, не будем уже нарушать правила, расскажите нашим слушателям какую-то забавную историю из жизни, какой-то смешной случай. Во время рекламы вы договаривались, я слышала, вы что-то решили вспомнить и рассказать. Ну, про гараж, наверное, у нас тоже. Ну, я не знаю, смешно или не смешно, мы только что говорили, забавно это или не забавно. И опять же, Новосибирск. Мы в Новосибирске вместе все придумали, у нас это называется творческое сообщество Гараж Сыроишкина. И когда нас, не знаю, смешно или не смешно, когда нам задают вопрос, о какой формат, в каком формате вы поете, что это народное, ненародное, шансон, диск. И так далее. У нас очень хитрый ответ, дело в том, что в гараже может стоять все от велосипеда до Ломборджини. И поэтому Юра Тарсуев выбрал игру на хамусе. Да, игру на хамусе, это формат мы называем гаражный у нас. Громко будет сказано, на любой вкус. Но мы надеемся, что в нашем творчестве каждый найдет что-то, то, что может ему понравиться. Обычно что-то придумывают в Москве, и это потом распространяется по всей стране. А тут наоборот получилось. А тут мы и в Новосибирске. Да, вот Юра Тарсуев, он все время мне говорил, брат, ну давай сделаем вот с какими-то, с африканскими барабанами, там, с какими-то, допустим, папуасами. Я брюс, это красавчик. И все они сделали, и все у них получилось. А сейчас мы это услышим, да. Сейчас мы это услышим. Спасибо большое. В гостях у нас был Владимир Тарсуев и продюсер их музыкального дуэта Александр Белов. Спасибо вам большое. Спасибо, да. И вечером еще раз всех приглашаем на концерт в Лофт-Падземке.